Музыка Всем привет, друзья! Находимся сейчас на гусиной охоте 2017 года Начало апреля месяца Сегодня была шикарная утрянка Вдвоем с другом добыли 12 гусей 11, вернее 9 белолобиков и 3 гуменника Сейчас я буду готовить гусиные котлеты Это блюдо, одно из таких блюд, которые можно приготовить в компании, скажем, 4 человека И при этом вам потребуется всего одна птица, один белолобик или один гуменник, к примеру, или несколько уток В данном случае я буду готовить гусиные котлеты в полевых условиях Итак, сейчас продолжим съемку Надену камеру на грудь и расскажу, какие ингредиенты вам потребуются для приготовления данного блюда Для приготовления гусиных котлет в полевых условиях нам потребуются следующие продукты и ингредиенты Первое, это, конечно, сам объект Само основное, что мы будем готовить, это гусины Значит, нужен гусь В данном случае это белолобик Довольно взрослая птица Немаленькая, ну, скажем, около 2,5-3 килограмм, скажем Плюс-минус Далее нам потребуются те ингредиенты, которые, в принципе, представлены здесь на столе Это приправа, смесь перцев, соль, одно куриное яйцо, сметана В данном случае 20% манка Хлеб белый Лук Очень хорошо, если у вас будет лук вот такого вида Красный, сладкий лук, душистый, ароматный Конечно, емкость, в которой мы будем замешивать Ну и, естественно, сковорода Ну и ложки, ножи Значит, с чего мы начнем это дело? А начнем мы с того, что вырежем из нашей птицы грудки и лапки Соответственно, эти места являются наиболее мясистыми у птицы У белолобика, у гуменика, без разницы В принципе, ну что ж, приступим к вырезанию мяса из нашей птицы Мы сделали наш трофей Вырезали из него всю мякоть Было принято решение, что лапки мы оставим все же на шулюн Который сварим завтра А сегодня мы сделаем, продолжим приготовление наших котлеток Для котлеток мы будем использовать две грудки с белолобика Довольно крупный белолобик, не мелкий Сейчас что я сделаю? Я сейчас, так как мы находимся в полевых условиях У нас нет мясорубки Мы попробуем нарезать, не попробуем, а нарежем мясо Белолобик очень мелко, ножом Соответственно, у нас получится рубленое мясо Рубленный фарш Который мы будем дальше приготовить Параллельно я сейчас залью водичкой 200 грамм белого хлеба Мякоти Для приготовления фарша И натру на терке Терка у нас есть Одну луковицу репчатого лука Ну, в данном случае красный сладкий лук Вот, и продолжу, соответственно, приготовление фарша на видео А это все останется за кадром Как я натираю лук, как я размачиваю мякиш И как я нарезаю мясо Ну, продолжим после того, как все будет готово Продолжаем приготовление нашего фарша Для гусиных котлеток Поохотничьи Порезал я вот мясо Значит, порубил Сделал фарш Но пока без ингредиентов, скажем так Попался крупный кусочек Уберу его В общем-то, примерно Около часа у меня заняло Резание двух грудок До мелкого такого фарша Значит, натер лук И мякиш уже размочен Сейчас я все это дело добавляю в фарш Добавил лук Тарелочку убираю Добавляю мякиш Мякиш отжат Добавляю мякиш Значит, добавляю соль Соль по вкусу Но я примерно на глаз сделаю Если что, можно будет потом подсолить Так, добавляю перчика Перчик тоже по вкусу Здесь смесь перцев Так, смесь перцев есть Далее Добавляем сюда Ложечку Манки Маночка Делаю котлетки По рецепту маминой Юры Передаю ей привет От меня, от Юры Так Есть Она поделилась со мной секретами небольшими Поэтому попробуем их применить Теперь добавляем сюда сметанки Тоже одну ложечку Так, от души зачерпну Даже ложка хрустит Вот так Хлоп Можно еще чуть-чуть Потому что в ложке осталось А второе можно съесть Так Ну И яичко сюда Вернее не яичко, а яйцо Яичко в другом месте Хлоп Есть Теперь все это дело Нужно перемешать Перемешиваем добротно После того, как фарш будет перемешан Полностью я продолжу запись Чтобы не утомлять вас в перемешивании Ну вот фарш у нас уже готов Я его хорошенько перемешал Теперь я закрываю Контейнер с фаршем Плотно крышкой И уношу его В холодное место Холодное место у нас здесь Только в снегу Поэтому Уношу его в снег И оставляю его там На полчаса примерно Где-то Для чего это нужно? Для того, что Это как раз одна из хитростей Которая поделилась любезно с нами Юрина мама Это Для того, чтобы все продукты Между собой подружились Идем в снежницу и закапываем Итак, фарш Засыпан у нас снегом Снег у нас играет роль холодильника Оставляем его здесь на полчаса И на это время пойдем Приготовим себе гарнир Будущим котлеткам Гарнир мы отварим Макарону Крошки Наверное Или ушки Как они правильно называются И С добрым их Маслом сливочным Конечно Пока у нас котлетки Доходят В смысле фарш доходит Для котлеток В нашей природном морозильнике Морозилке природной Макарошки тоже подойдут Будет все готово К ужину Нужно скоро ложиться спать Вставать Ну, прянку рано Завтра ведь Охота Так что так Ну, вот фарш у нас уже Подготовился Отстоялся Сейчас будем лепить Небольшие колобки Потом их будем Обминать Обваливать в манке И, собственно Готовить на сковородочке Я думаю Для первой партии хватит А то может даже и много Так, включаем В сковороду Сейчас руки протру Пошло дело Пошло Надо по уровню установить Будет В сковороду А то с одной стороны Затекает Масло Ну, ладно Пробуем Отвалять Манки Нашу котлетку Будущую Нашу котлетку Нашу котлетку О, одна большая получилась лепёха. Так, надо газ сделать чуточку потише. Так, чтобы они томились, не пережаривали сходу. Ну, такой вот процесс котлеток с гусятинки, со свежей. Даже пять котлеток за раз. Так, сейчас установлю сковороду по уровню и продолжу запись. Вот такие вот получаются котлетки у меня. Не знаю, съедобное должно быть дело. Вкусно, пахнет вкусно. Походу я с уровнями не рассчитал. Отлично. Ну вот, сейчас с одной стороны чуть-чуть поджарим, с другой стороны. Чуть-чуть поджарим. Можно уже перевернуть, чтобы не зажаривать их сильно. Вкусно. Лучше несколько раз перевернуть. Вот здесь. так нам с этой стороны теперь добавить уровня доходит последняя партия наших котлеток и скоро мы будем уже садиться ужинать на улице стемнело котлетки которые дошли с макарошками лежат еще теплые и которые скоро будут готовы мы продолжим за столом распробовал котлетки до котлеты на первый взгляд оказались неплохие а потом когда разжевал оказали что офигенные поэтому буду еще просить у тебя обона это все с одного это белолобика причем только с грудок с двух половинок белолобик не маленький взрослый взрослая птица и вполне очень вкусно все вышло да очень вкусно котлеты снаружи с хрустящей курочкой внутри очень мягкие кусочки мяса чувствуется не именно не фарша мясо что придает деснам особую пикантность продолжим до наш ужин пойдем спать завтра на охоту правильно правильно так точно всем спать